Всем привет! На связи Ула из Жаркого, Дубая. И сегодня я получаю водительское водостоверение. Точнее, иду получать водительское водостоверение. Я сегодня буду снимать весь процесс, как это происходит, как это нужно делать, через что я буду проходить, оставаться вместе со мной, это будет интересно. Сразу же после входа в автошколу мы сказали, нам нужны права. Они сказали, сразу же идите, проверьте зрение. Там же находится кабинет, там же оплачиваешь и проверяешь зрение. Слушай, а в очках можно? Сейчас они у меня проверят. Распрыгиваю, сдавал. Когда? Когда очки получал. У меня сейчас в правах они могут отметку сделать, знаешь какую? Что, ты очкарик? Да, ездит только в очках. И, Л, Т, Э, Ч, Н. Все, сдал. Что ты сейчас сделал? Объясни хотя бы. Я сейчас проверил зрение. Проверил зрение и, оказывается, я могу не ездить в очках. В тот самый момент, когда ты за правами приезжаешь на своей машине. Итак, прошло несколько недель. С того момента, как я подал все документы, проверил зрение. Мне потом дали личный кабинет, доступ в личный кабинет в данной школе, автошколе. Чтобы я прошел теоретические занятия, скажем так. 8 занятий, которые я должен был обязательно пройти. Теперь я еду на первый теоретический тест. В Эмиратах после того, как ты получаешь резидентство, то есть ты становишься резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, международное водительское удостоверение уже все, не кодируется. Необходимо получать водительское удостоверение местного образца. И если ты поймаешься без водительского удостоверения местного образца, имея резидентство, тебе грозит штраф 50 тысяч дирхам, либо тюремный срок на несколько недель. А то, что я сейчас еду на своей машине сдавать на права, это все монтаж. Этого нет на самом деле. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Легким движением руки я уже перенесся в драйвер-центр, то есть где я сейчас буду сдавать теорию. Вот позади меня находится данный кабинет. Сказали, через 15 минут зайти. В целом, как происходит. Я предоставил свои старые права казахстанские, но я их менял, и за это у меня там срок сверишь 3 года. Мне сказали, вам обязательно надо пройти 15 часов обучения. Я оплатил за 15 часов VIP. Без очереди, чтобы это все было ускорено. 24500 дирхам. 500 дирхам – это за переводчика, который будет на русском языке мне переводить. Потом я нашел свои старые права, скан старых прав и предоставил. Потом меня поменяли на 10 часов. И сказали, остальную сумму мы вычнем и вернем. Остальную сумму в районе 2 тысяч долларов мне вернуть. В районе 7 тысяч дирхам. И предоставил мне обучение в районе 18 тысяч дирхам оплатиться. Тем не менее, это не дешево. И, ну я не знаю, говорят, кто оплачивает VIP, кому более лояльно относятся. Но здесь такие вопросы, я вам скажу. 35 вопросов задают. Надо ответить на 70%. А я их попроходил онлайн, так, в интернете. И оказывается, это так просто. Там такие простые вопросы. Единственный тупняк я ловил на… Это больше, наверное, языковой барьер, где я местами не понимал перевод. Вот там я неправильно отвечал. Это в туманах, в дожди и так далее. А в целом очень просто. Я всегда прохожу онлайн. Можно предварительно онлайн проходить этот тест. И от 30, 32 вопроса из 35 отвечаю без проблем. Так что сейчас зайдем и пройдем легко. Пошел я. Мне сказали, что я должен тест проходить в 9. А сейчас он говорит, вы проходите тест в 10. Я говорю, почему? А у нас, говорит, единственный русский переводчик. И он сейчас занят. А сводится в 10. Так, ну чем отличается VIP от не VIP? Мне предложили кофе. И дали отдельную комнату для ожиданий. Но, так как у меня есть вредная привычка, я вышел на улицу. Классно. Ну, в итоге я зашел на тесты. Меня посадили в отдельную кабинку. Дали телефон с наушниками. В наушниках переводчик переводил мне. И вот по итогу. На тест дается 40 минут. Вопросов оказалось 40 тоже. И из них я ответил на 33. От 33 это означает, что я прошел. Это означает, что я прошел. Это означает, что я прошел. Вот меня сейчас поздравляют, что я прошел. А на самом деле вопрос очень легкий. Если вы водитель со стажем, для вас эти вопросы очень легко их проходить. Дали мне эту бумажку. И сказали идти теперь в 10 кабинет. Не знаю зачем. Сказали, что там надо еще забрать. А здесь прикольно. Ну, меня взяли с инспектором. И хотят посадить в машину. Я должен что-то сдать. Я ни хрена не понимаю. Толком все они говорят. Сказали, пошли со мной. Я пошел. Вот стоят в машине. И сказали, мне надо что-то сдать. Ну, хорошо, я сдам. В итоге я сейчас проехался. Маленький кружок вот здесь. Проехал на вот такое обучение. И просто покружился по ротике. Как проехался, он посмотрел. Поставил, что зачет. Молодец. Ездите, оказывается, умеет. Все, говорит, теперь иди на ресепшн. Подай эту бумажку. Посмотрим. В итоге подошел на ресепшн. И мне сказали, все, вали отсюда. И прошел. Я прошел теоретический тест. Теперь меня, значит, допустили к обучению вождению. Я обязан 10 часов отводить. Потом я должен буду сдать вождение. Только время, только время. В принципе, сдавать ничего сложного. Просто это занимает время. Но так как я оплатил VIP, мне сказали, завтра или послезавтра я уже приступлю к обучению. Посмотрим. Если бы было бы это не VIP, то, наверное, дней 10-20 необходимо ждать очереди, когда освободится машина, которая тебя может обучать. И машина такая обычная, старенький Nissan, если ты не VIP. А если ты VIP, за тобой приезжают домой и обучают тебя. И вот очередной день обучения на водительское удостоверение в Объединенных Арабских Эмиратах. И за мной сейчас приехал автомобиль и инструктор. Инструктор VIP. Познакомьтесь, это Мохаммед Аль. Это мой личный инструктор, который будет меня возить на вот этой машине. Точнее, я буду кататься на вот этой вот машине. Сейчас мы поедем обучаться. Один час вождения я буду проходить. Сдавать, точнее, обучаться парковке, наверное, я не знаю. Снимать за рулем не разрешают. Так что, после я расскажу, что-то как-то. Короче, откатались часа два. В итоге получилось так, как я только тронулся у Скалтекаса, ездить умеешь. И мы поехали, по сути, по его делам. Пару раз припарковался, пару раз он мне показал, есть какие-то особенности. Есть такая штука, как хэт-чек. Это когда смотришь в зеркало, в зеркало, назад, через плечо и в зеркало. Поехали дальше. Вот это вот самое сложное для меня оказалось. В целом, ничего сложного, все очень просто, легко и доступно. В итоге получилось так, что я уже завтра буду сдавать. То есть, я 10 уроков вождения здесь не буду сдавать, а завтра уже буду сдавать финальный тест школы. А после, если я пройду финальный тест автошколы, я буду сдавать финальный тест RTA. Это означает, что типа ГАИ будет у меня принимать экзамен финальный. И вот он сидит, кофе от меня. Здравствуйте! Ждем, посмотрим, что будет. И вот очередной день в автошколе. Я уже приехал сюда вставать экзамены, и я его уже прошел в конкурсе с инспектором. Это мой инструктор, а это инспектор. Только что принял у меня экзамен. Драйвинг очень хорошо. Да. Потому что вы очень приятный драйвинг. Спасибо большое. Скоро, уже на следующей неделе, я буду получать, точнее сдавать тот же самый экзамен, но уже для RTA. И получать уже права. Оставайтесь с нами, подписывайтесь еще раз на этот канал. Будет интересный и поздаватель. Время 6 утра. Я выезжаю на финальный экзамен, который буду сдавать в RTA. В принципе, не переживаю вообще ничего сложного, потому что. Но не выспался, капец. Капец, не выспался. Сейчас чуть мост плохо работает. Как еще он может работать в 6 утра? А почему я встал в 6 утра? Потому что у меня экзамен начинается в 8.30. А до того места мне ехать час. Где я буду сдавать экзамен. Плюс по дороге надо заехать, заправиться. Кофе попить. И я не люблю опаздывать в целом. Поэтому выезжаю так рано. Посмотрим, как пройдет экзамен. Оставайтесь со мной. Приехал я непосредственно уже сдавать экзамен. Это мой инструктор. Он почему-то волнуется больше, чем я. Опять буду сдавать экзамен на этой же машине. На такой же. Инструктор стоит, ждет инспектора. Сейчас с RTA. RTA это ГАИ местные. Сейчас он приедет, я поеду быстренько сдам. И на работу дальше. Только что сейчас был прикол такой. Я сдал инспектору экзамен. Инспектор такой с очень кислой миной вышел. Я не понимаю, но он только на арабском разговаривает. И я подхожу к своему инструктору. Говорю, что случилось? Пас, пас, конкретилей же! Он говорит, ты прошел, мы просто вгораем под тобой. Мои права будут сейчас готовы. Классно, просто супер, ребята. Давайте посмотрим. Поставьте вот такой лайк. Итак, ребят, я сейчас расскажу об очень мелких, но важных вещах, которые необходимо знать при сдаче экзамена на вождение. Итак, запускаем двигатель и сразу же настраиваем под себя зеркала. Зеркала настраиваем боковые. А потом, самое важное, вот это вот зеркало, как его настраивать. Настраивать его нужно не так, ребята. Вот это, все, ты провалил экзамен. Настраивается зеркало либо вот так под себя, либо вот так. Но ни в коем случае не вот так. Если вы будете настраивать зеркало именно вот таким образом, вы провалили экзамен. Это очень важно. После того, как вы настроили под себя зеркала, руль, сидение, пристегнитесь обязательно. Если вы тронетесь не пристегнутым, тоже провалили экзамен. И обязательно тоже рядом сидящего инспектора, инструктора, неважно хоть кого, попросите пристегнуться. После того, как он пристегнут, вы готовы. Проверяйте, проверяйте, все ли нормально. Держите обе руки на руле на часов 10-12. И говорите, I'm ready. То есть, я готов. И после этого начинаете сдавать экзамен. Далее, когда начинаем трогаться назад, либо выезжать из паркинга, необходимо всегда использовать поворотники. Включили налево поворотник. И есть такая штука, как хэт-чек. Она очень обязательна. Прежде чем выехать, либо перестроиться, либо совершить какой-либо маневр, необходимо сделать хэт-чек. Что это? Хэт-чек происходит следующим образом. Смотрим в зеркало заднего вида, в слепую зону. Зеркало заднего вида, зеркало заднего вида. И только потом мы можем совершать маневр. Это называется хэт-чек. И также в правую сторону. Если вы собираетесь перестроиться в правую полосу, включаете сначала поворотник. Зеркало заднего вида боковое. Сейчас подойдите. Яла, хабиби! Как у вас в зубе стоит? Для тебя очень дорого, брат. Как дела? Все нормально. Все в зубе, все ваше скидки. Все в зубе. И, короче, мы угорали с ребятами. Если вы хотите перестроиться направо, либо совершить поворот направо, сначала включаем поворот при перестроении. Это очень важно. Смотрим в зеркало боковое. Слепую зону. Зеркало боковое, зеркало это. И потом только перестраиваемся. Это называется хэт-чек. И вот обязательно. Если вы в этом моменте затупили, вы завалили экзамен. В принципе, остальное это парковка. Парковка, я думаю, если действующий водитель всегда справится с парковкой, это очень основные, важные моменты, которые необходимо знать, ребята. Вы сдаете парковку задним ходом и сдаете параллельную парковку. В принципе, в этом никаких проблем нет. На той машине, на которой я сдавал, есть все парктроники, камеры 360. Абсолютно все просто, легко, доступно и так далее. Вот основные моменты, которые вы обязательно должны знать. И что в итоге у нас получилось? Давайте коротко пробежимся, тезисно, как все это происходило, сколько это вышло и так далее. В первую очередь, давайте начнем с суммы. Сумму, которую оплатил лично я, в самом начале, была 24 500 дирхам. Это называется VIP пакет. Откуда берется эта сумма? В целом, здесь выдача водительского удостоверения по оплате начинается от 3600 дирхам до самой максимальной 24 500 дирхам. Откуда берется эта стоимость? Стоимость берется от твоего опыта вождения, то есть от предыдущих твоих прав, которые ты получал в своей стране, смотрят опыт твоего вождения и предписывают тебе необходимое количество часов обучения. Если твой стаж вождения до 5 лет, а почему у меня взяли эту стоимость 24 500? Потому что я в Казахстане менял права недавно, ну, года 3 назад, и мой стаж оказался, ну, до 5 лет, и мне предписали 15 уроков. 15 уроков, хотя на самом деле я должен был проходить 10, но спустя несколько дней я нашел скан своих старых прав, я предоставил менеджеру в автошколе, она сказала, ничего страшного, мы вам вернем эту сумму. И мне сделали вместо 15 часов обучения, 10 часов обязательного обучения, и мне, получается, вернут 7000 дирхам. Итого стоимость обучения выходит 18500 дирхам полностью. Сколько это занимает по времени? Включая праздники, которые здесь были, в течение недели были праздники, ничего не работало, включая праздники от А до Я, это заняло у меня 3 недели. 3 недели это занимает в целом. К этому еще вернемся. В первую очередь после оплаты. После оплаты сразу же там же на месте проходишь тест на зрение. Ну, так как я ношу очки, там все понятно, они проверили мое зрение, написали сразу в документах, чтобы вводить только исключительно в очках, ну, в принципе, что я и так и делаю всю жизнь. И все. Далее, перед уходом, там я подошел опять к менеджеру. В автошколе выдается логин, пароль для входа в личный кабинет на сайте. И выдается 8 онлайн уроков, которые, сидя за своим компьютером, заходишь в браузер, включаешь переводчик на русский, все это там на английском, либо на арабском. Я включил автоматический переводчик, который переводит страницу. И проходишь 8 уроков. Хочешь подряд проходить, хочешь отдыхать, хочешь, когда есть время, проходить. Не важно абсолютно. Главное, чтобы все 8 уроков ты прошел. Каждый урок в конце закрепляется тестами. То есть, дали урок, в конце вопросы тесты. Дали урок, в конце вопросы тесты. В целом, проходишь 8 очень скучных, нудных уроков. В принципе, если вы действующий водитель, все абсолютно понятно. Есть некоторые нюансы, которые связаны с погодными условиями имени Объединенных Арабских Эмиратов. Это заключается в том, как себя вести на дороге, если началась пыльная буря, если на дороге лежит насыпанный песок и так далее. В принципе, это очень интересно. Это необходимо. Далее, после того, как завершаются онлайн-тесты, приходит письмо на почту. Поздравляем вас, вы закончили онлайн-тесты. С вами свяжется водитель-инструктор. После этого переходим к практике. Обязательно в 10 часов вождения. Их, так как я взял VIP-пакет, их могу назначать я сам, когда мне удобно, когда я захочу, куда я захочу, водитель за мной приедет, то есть инструктор. И буду проходить на автомобиле вот Мерседеса С-класс. Те, кто оплачивают обычное обучение, они проходят на бюджетных автомобилях, типа Ниссан Центра, Ниссан Саня и так далее. Я в первый же день обучения, практики, проехался на машине, что мне инструктор сказал, ты же водитель. Я говорю, да, ты и так неплохо водишь. Поехали, я тебе покажу нюансы и моменты, какие у тебя ожидают, когда ты будешь сдавать, получается, экзамен в РТА, то есть аналог местного ГАИ, то есть аналог нашего ГАИ. Какие вопросы там будут, то есть на чем тебя могут завалить, давайте я сразу эти моменты покажу и, в принципе, сразу тебя запишу на экзамен. В итоге вместо положенных 10 часов я прошел 2 и еще перед экзаменом я еще раз проехался по этому маршруту. В итоге 3 урока я прошел. Они прошли очень быстро, не по часу, а по 10-15 минут. Там ничего абсолютно сложного. Как я ранее в видео показывал, есть нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать и у вас все будет нормально. Потом, после завершения обучения, практики, вождения, необходимо сдать тест инспектора автошколы. Тест инспектора автошколы приезжает, принимает у меня тест, говорит, все нормально, все хорошо, далее ты можешь сдавать тест инспектору РТН. Потом начались праздники, после праздников, вот я приехал, сдал экзамены, тоже с первого раза, угарнули они надо мной, конечно. Ну и не суть. И так как, опять же, я оплатил все это в IP, водительское удостоверение в течение дня готово. Но необходимо просто приехать самому и забрать. и теперь перейдем к самому важному ребятам. Если вы переехали в Объединенные Арабские Эмираты, и вам кто-то предлагает сделать ускоренно быстро водительское удостоверение, типа, дай мне денег, никуда не ходи, я тебе все сделаю, это все поражняет. Во-первых, это очень опасно. Здесь, так как законы строгие, они еще и работают. И поэтому, если, не дай бог, поймают на взятки кого-нибудь, посадят всех. Никому, никогда никаких взяток давать, не брать здесь абсолютно нельзя. Да и в целом, во всем мире нельзя, но здесь это особо опасно. Опасно, я вам скажу так. Во-вторых, методы левого получения, вот касаемо, вот братан, дай мне там 10 тысяч, дай мне 20 тысяч, я тебе сделаю права. Даже если вас пронесет, вас не поймают на этом. Вдруг вам, даже если сделают водительское удостоверение, вы будете кататься, то в последующем, если тот человек поймается, через месяц, через год поймается на чем-либо, на такой схеме, его поймает полиция, то все водительские удостоверения, которые этот инспектор выдавал и одобрял, будут аннулированы. И поэтому, это тоже очень большой риск. Ребята, сдавайте как положено. Никаких левых, мутных с кем не делайте. Это в целом, не только в Эмиратах. Рекомендую, вот где бы вы водительское удостоверение не получали, обучайтесь как положено. Это, как минимум, полезно, и вы будете знать о всех тонкостях вождения. Резюмируя, 24 500, в моем случае, 18 500 в Дерхамах, три недели, все очень классно. Я теперь имею водительское удостоверение дубайского образца, которое котируется в 140 странах мира. А если вы получаете резидентство и ездите без водительского удостоверения дубайского образца, то вам грозит штраф до 50 000 Дерхам либо тюремное заключение. Так что не шутите с этим. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Надеюсь, вы меня поддержите вот таким лайком. Если у вас еще остались какие-то вопросы, обязательно напишите в комментариях. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Подпишитесь. И вообще, ты красавчик.